Сейчас очень много курсов и тренингов о том, как стать лидером. Но немногие знают, что каббалисты уже тысячи лет назад дали рекомендации о том, как воспитать в себе такие качества. Меня зовут Нахама Синвани, я каббалистический астролог, и сегодня расскажу вам, как воспитать в себе лидера. Кто такой лидер в нашей реальности? Это человек, который ведет за собой. Он ведет за собой своим примером. Мы смотрим на такого человека, мы вдохновляемся, потому что нам кажется, что человек очень просто и легко решает разные задачи в своей жизни, моментально принимает правильные решения, и является примером чего-то, что очень часто кажется недостижимым. С духовной точки зрения лидер — это тот человек, который знает законы Вселенной. Он знает, что за любым решением, за любой жизненной ситуацией лежит важная работа в осознании корня и результата. То, что мы называем причинно-следственные связи. Это говорит о том, что у каждой ситуации есть ее начало, есть корень. Мои слова, мои мысли, мои действия приводят к некому результату, к некому плоду. Есть причина любой ситуации и ее следствие. Следствие. Лидер с духовной точки зрения — это тот человек, который не бежит. Не бежит принять быстрое решение, он останавливается, он задумывается. То, что я сейчас скажу, то, что я сейчас сделаю, как это повлияет в будущем, может быть, в ближайшем, может быть, в дальнейшем. Это возможность видеть полную картину и взять на себя некую ответственность, что я творец моей реальности, и что мое поведение, мои слова будут влиять на людей, которые рядом. И это есть закон, причина следственных связей. И с точки зрения мудрости Каббалы, это и есть настоящий лидер. Человек, который задумывается о каждом своем слове и о каждом своем действии. Каким астрологическим знаком сложно быть лидерами? Конечно, сразу же хочется поговорить про все знаки стихии воды. Почему? Потому что вода — это чувство. Вода — это также эмоции. Эмоции — это то, как мы реагируем на ситуацию. А чувства — это наши потребности. Но в большинстве случаев жизни мы ведемся за нашими эмоциями. Мы реагируем на ситуацию. Стихия воды — это скорпион, да-да, это раки, это рыбы. И потому что у этой стихии нет уверенности в своей жизни, в принятии своих решений, очень часто под влияние эмоций они становятся следствием разных внешних обстоятельств, ситуаций в своей жизни. И это то, что не позволяет им стать причиной, а значит стать лидерами. Ну, конечно же, здесь очень сложно говорить только про конкретные знаки. Надо смотреть карту в целом. Надо, например, смотреть, где у человека луна, в каком знаке. Потому что огненные знаки — это те знаки, которые хотят быть лидером, хотят быть первыми, хотят быть успешными, и поэтому не живут примером. Но при этом очень часто огненные знаки абсолютно не задумываются о том, как их действие влияет на окружающую среду. Им важно бежать вперед, как огонь распространяться, и часто по ходу они будут делать немало ошибок. Огненные знаки, например, прирожденные лидеры. Потому что стихия огня, мотивация, основная мотивация — это продвижение к успеху. И поэтому лев, овен и стрельцы обычно потрясающе умеют вести за собой. Но есть небольшое маленькое «но». В погоне за успехом, в погоне за достижением очень часто по дороге теряют людей, не успевают обратить внимание на то, что происходит с людьми, не успевают протянуть руку помощи тем, кто может быть медленнее. Поэтому тут, конечно же, надо смотреть личную карту человека и смотреть, как у него эти стихии взаимодействуют. Какие лидерские качества ему стоит в себе развивать, а какие у него уже есть, и на какие ему следует опереться. Если мы тоже возьмем, например, земную стихию — это телец, козерог и дева. А это представители Земли, которые расчетливы, логичны и могут быть неплохими лидерами, потому что у них нет огненной спешки и потому что они все умеют рассчитывать, у них есть конкретный план действия, по которому, может быть, не спеша, но упорно и медленно идти к цели. Но все-таки немножечко медленно, там немножечко не хватает огня для того, чтобы не просто быть побыстрее, а для того, чтобы быть примером для еще большего количества людей вокруг. Ну и последняя стихия — воздух. Воздух — это речь, воздух — это мышление. Например, водолеи. Представители этого знака — люди очень необычные, они мыслят нестандартно, под влиянием Сатурна, который дает им четкий порядок, и под влиянием Урана, который стремит их к прогрессу, потрясающие лидеры. Но очень часто водолеям сложно донести до людей простым обычным языком свои потрясающие идеи. И несмотря на их невероятные лидерские качества, где они потрясающие дипломаты, где они очень демократично относятся ко всем, сложно действительно взять за собой какую-то группу людей и вести ее к достижениям. И близнецы, и весы, ну весы, вы понимаете, периодически сомневаются и сильно упор на дипломатию. Близнецы просто любят говорить абсолютно обо всем. И поэтому для этой стихии воздуха, с одной стороны, они могут быть лидерами, но с другой стороны, им не хватает каких-то практических подходов, не хватает иногда некого плана действий. Поэтому они отличные ораторы, если они будут работать вместе с представителем земной стихии, которые помогут им сделать план действий. С точки зрения лидерства, мы на данный момент проживаем с вами очень важное влияние планеты Плутон, которая зашла в знак Водолея. И наверняка вы слышали это от многих астрологов. И почему, собственно, мы все астрологи об этом говорим? Потому что Плутон, как поколенческая планета, которая медленно-медленно меняет знак, зайдя в знак Водолея, возвращает контроль и руководство над нашей жизнью нам в руки. Что это значит? Это значит, что мы можем осознать, каково это стать причиной моей жизни. А что такое быть причиной моей жизни? Это когда я осознаю, что все, что есть в моей жизни, результат моих действий, результат моего мышления, результат моей речи. Это значит, что я могу быть более осознанной к тому, что я говорю, с кем я говорю, как я выражаю эмпатию, как я выражаю сочувствие, как я умею сказать «нет», когда надо сказать «нет». Это и есть то, что значит быть причиной. Это и есть то, что значит, что я руковожу свою жизнью. Я вправе создавать ту реальность, в которой я живу. В рамках той реальности, которая вокруг меня, в рамках законодательств, в рамках работы, на которую я хожу, и коллег, с которыми я взаимодействую, я решаю, как я буду говорить, как я буду действовать, что я буду делать. И это и есть быть причиной. И это и есть влияние Плутона в Водолея. И несмотря на то, что Плутон – планета медленная, и мы еще с вами, наверное, не совсем это видим, но наберитесь терпением, потому что это будет раскрываться с каждым годом больше и больше, но наверняка вы все же чувствуете влияние этой планеты на каждого из нас. Кстати, быть причиной своей жизни – тема довольно-таки объемная. Поэтому, если вам интересно и хочется погрузиться поглубже, то я бы порекомендовала вам прочитать книгу «Сила Кабалы», в которой доступным и простым способом мы раскрываем эту тему. Приобрести эту книгу вы сможете по ссылке в описании к этому ролику. Чтобы этот ролик остался для вас практически полезным, я хочу дать краткие рекомендации для каждого знака зодиака о том, какие лидерские качества стоит развить в себе. Овны. Вы отлично умеете вдохновить всю команду на продвижение к успеху, но также важно обратить внимание на то, что у вас есть четко продуманный план. Тельцы. У вас есть много усилия и упорства двигаться к вашим целям, но иногда не хватает немножечко огненного подхода, не хватает некой легкости, не хватает открытости к чему-то новому, даже если это вам не совсем нравится. Близнецы. Вы умеете уговорить кого угодно и продать что угодно. Нужно развивать в себе качество четкого плана и работы в команде, и вам стоит остаться на более долгий срок, чтобы довести это дело до конца. Раки. Кстати, отличные руководители огромных проектов, потому что у вас потрясающая интуиция, важно научиться не поддаваться вашему настроению. Не важно, какое у вас настроение, хорошее или плохое, сегодня надо идти в бой. Львы. Потрясающие руководители. Умеют управлять любыми процессами, но не забывайте, что люди, которые работают с вами, тоже хотят получить от вас больше терпения, больше внимания и больше поддержки. Девы. У вас всегда есть четко расписанный план действий. Вы всегда умеете учесть все детали. Именно там вы и застреваете. Вместо того, чтобы довести задачу до совершенства, ваши лидерские качества, остановиться и увидеть полную картину. Посмотреть на вашу задачу, увидеть ее масштаб. Может ли она быть более влиятельной и более полезной для большего количества людей? Весы. Вы отличные дипломаты и вы умеете договориться со всеми. Но очень часто, когда вы начинаете взвешивать правильность ваших шагов, там вы и застреваете. И поэтому учитесь быть смелее, учитесь быть увереннее. И самое главное, не бойтесь делать ошибки. Скорпионы. Ну что тут сказать? Самые лучшие. У вас потрясающее деловое чутье и интуиция. Не хватает доверия к людям. Позвольте людям делать ошибки. Очень часто великие и большие задачи рождаются именно через ошибки. Стрельцы. Под влиянием планеты Юпитер все ваши задачи масштабные. У вас высокие цели. Но вы часто застреваете в вашей экспертности, в желании посоветовать, как четко и конкретно сделать то и другое. Ваши лидерские качества – это научиться находиться в задаче, доводить ее до конца и не бояться закатать рукава и взяться за сложную задачу, которая неинтеллектуальная. Козероги. Потрясающие сотрудники, отличные лидеры, если вы позволите себе не осуждать то, как другие выполняют задачи. Ваши лидерские качества – это открыться к людям, больше довериться и позволить делегировать те задачи, которые вы обычно давать другим не будете. Водолеи – отличные лидеры, очень интеллектуальны, умеете вдохновить, умеете быть терпеливыми и демократичными ко всем. Ваши лидерские качества позволят себе объяснить все ваши потрясающие идеи на практическом уровне. Учитесь немножечко спуститься на уровень тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Объясните им, сделайте вместе с ними, и тогда результаты будут невообразимые. Рыбы. Обычно вы не очень любите быть лидером. Вы готовы работать при любой задаче, вливаться в обстоятельства, но при этом вы с помощью вашей невероятной интуиции всегда чутко видите, где и что надо сделать по-другому. Ваши лидерские качества – дать возможность вашему голосу быть услышанным. А для того, чтобы мы не уставали от ваших длинных речей, учитесь быть конкретными, четкими. Скажите то, что вы хотите конкретно по делу. Это всегда будет мудро, это всегда будет в цель, и это проявит вас как лидера. С вами была Нехама Синвани. Подписывайтесь на наш канал и обязательно напишите в комментариях, какие лидерские качества вы будете развивать в себе, а какие ваши лидерские качества вы уже успешно используете в вашей жизни.